В октябре на базе Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства БИАС проходит качественная оценка самок осетра и белуги и переселения их на зимние квартиры. Научный этот живописный процесс называется бонетировка ремонтно-маточного стада, которая содержится в прудах БИАСа для искусственного воспроизводства исчезающих популяций ценных пород рыб. Те производители, которые мы в свое время выловили в естественном водоеме, мы от них получаем икру, затем их содержим в прудах до повторного созревания. Искусственное воспроизводство осетровых – процесс крайне трудоемкий и сложный. У технологий существует своя особенность. Например, в природных условиях нагул рыбы происходит морской воде, в прудах же вода пресная, также исключен период нерестовой миграции. Тем не менее, астраханским рыбоводам дается достигнуть впечатляющих результатов, а происходит это на фоне бедственного положения осетровых в Каспийском море и в низовьях Волги. Постоянно из года в год то количество самок, которые мы заготавливаем для воспроизводства, для пополнения популяции в естественном водоеме, неуклонно сокращается и практически сводится к минимуму. Вот этот процесс содержания доместицированного маточного стада в наших прудах, он дает нам восполнить брешь вот этой популяции. То есть мы за счет получения потомства от наших самок, которые мы содержим в искусственных условиях, мы все-таки поддерживаем популяцию на каком-то определенном уровне. Мы держим маточное стадо русского осетра, севрюги пытаемся, в общем-то, как-то начать с ней работу, хотя это довольно сложный объект, и белуги. То есть в последние годы популяции белуги у нас исключительно воспроизводство идет за счет вот этих самок. Около 11 лет в России действует односторонний мораторий на вылов осетровых на Каспии. В одиночку решить проблему не удается. Численность популяции осетра и белуги катастрофически падает. В декабре 2011 года главы прикаспийских государств вновь попытаются подписать соглашение по вопросам сохранения ценных пород рыб. До сих пор инициатива России была поддержана только на словах. Наверное, есть какие-то внутригосударственные препятствия, но мы оптимисты думаем, что не только мораторий, но и весь тот комплекс мер, который предусмотрен проектом нашего соглашения, страны ареала примут и будут реализовывать для спасения, я не побоюсь этого слова, осетровых. Только комплексные меры. Одни мы ничего не решим. Технология искусственного воспроизводства популяции осетровых зародилась в России и распространилась по всему миру. Сейчас астраханские ученые продолжают внедрять новые технологии. Так, с недавних пор в природные водоемы рыбоводы стали выпускать молоть более крупной навески. Такая рыба имеет большие шансы достичь репродуктивного возраста. То, что мы делаем, это огромные природоохранные мероприятия, прежде всего. То есть мы хотим, чтобы те ресурсы природные, которые у нас были в водоеме, они все-таки не исчезли. Редактор субтитров А.Семкин